Нельзя настраиваться на досрочную победу вообще. Преимущество в том, что он бьет совершенно без дамах. Он именно боец, а с точки зрения бокса он проигрывает. В любом случае, это показательный бой. Вот Канело бьет право-правый несколько раз машеста. Все-таки чемпион, не чемпион, он бьет право-боковой раз машеста. А Бивол джеб, настоящий четкий джеб. И Бивол видит удар правой Альвареса. Видит и реагирует спокойно на него. Тогда как Альварес ударов Бивола не видит. А джебы, джебы Бивола достают, достают. Все время он... Он уже 5-6 раз точно ударил в голову. Не пропустил ни одного удара. Затяжка. То есть дернул, ударил. Дернул, ударил. Вот джеб, 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 джеб. Это удар, с помощью которого практически весь бой. Он периодически взрывается, наносит 2-3 удара и замечательно защищается. Уходит, уходит, перекрывается. В ближнем бою он ничего не делает. Он просто перекрывается, не дает пробить себя нокаутирующий удар, который, как правило, наносится в челюсть или висок. Он выиграл раунд, безусловно, этим джебом. Это показательный бой. Показательный бой в том плане, что мы видим, что такое джеб. Что такое джеб, настоящий джеб, которым владеет Бивол. И с помощью этого джеба он практически... Это фон всего боя. Джеб. Дергается, тут же бьет. Что сегодня предложит Канело Дмитрию Биволу? Очень интересно. Мы видим малейшее. Канело перекрыто. Он закрылся так, так, и он между рук успевает воткнуть этот свой джеб. А джеб – это не только очко, которое считают, должны считать судьи. Это еще и маленькое сотрясение. Это маленькое разрушительное действие одного боксера. Над другим. Вот он правый воткнул. Практически 90% ударов. Канело бьет в защиту. Бивол бьет в защиту. Теряется ударить между рук. Нанести точный удар в голову. Сейчас пропустил удар Бивол. Дмитрий приводит дистанцию и удары летят мимо. Вот его атака. Атака, причем, быстрая, короткая атака. Не слишком длинная, но результативная. Канело хочет ударить сбоку, но бьет перекрывается. И практически все удары Канелы, практически все удары, приходятся на защиту. Пока то, что мы видели, Канело шел вперед. Все-таки шел вперед. А вот Бивол опять наносит 3-4 точных удара. И это не только очки, это еще и сотрясение. Это точный удар в голову потихонечку капает-капает на мозги Бивола. На мозги Канелы. Преимущество в технике удара, в технике. И преимущество в том, что он бьет совершенно без дамаха. У него совершенно четкие удары, прямые жесткие удары. Плюс Биволу в том, что он очень редко сближается. Переходит на среднюю и ближнюю дистанцию. Он все делает с дальней дистанцией. Третий раунд закончился? Он, безусловно, выигрывает. Этот раунд он выиграл точно, совершенно. Канело, безусловно, боец, великий боец. Но он именно боец. А с точки зрения бокса он проигрывает. Вот смотрите, как в замедленной съемке показывает, как широко Канело бьет сбоку, снизу. Кстати, и тут же контратака Бивола. Через удары, между ударами, но удары доходят. Да, он встретил великолепный встречный джеб. Ноги, они движутся замечательно. Я имею в виду Бивола. Он движется очень хорошо. Канело идет пешком. Ну что, человек, который хочет войти в ближний бой, и работа в ближнем бою, она не предполагает челнока, чем пользуется Бивол. Он стоит, но когда необходимо, он быстро отходит. Он избегает, он избегает ближнего боя. Он перекрывается и уходит. Когда Канело подходит, и тут же начинает контратак. Вот сейчас великолепная контратака. И контратака, не сближаясь, не переходя в ближнюю дистанцию. Все, 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 все издалека. Он наносит несколько ударов, точных ударов, и тут же выходит на дальнюю дистанцию. Да, да, да. Вот эта дистанция Бивола. Там, где он достает, а Канело только защищается. Только защищается. Вот он спокойно, спокойно движется и уходит. Как только замирает, как только Канело устает, Бивол тут же начинает набирать очки. Вот Канело, да, Канело подходит, но удары его видны, поскольку они несколько размашисты, несколько широки, и Бивол их блокирует. Атака Бивола, великолепная атака, когда он наносит целую серию ударов. Кстати, от последнего удара очень хорошо защитился Канело. Проиграв предыдущий раунд, он пошел вперед, но набивал джебом, джебом, останавливает его, буквально останавливает, разрушает атаку. Он перекрыт, и тут же быстро контратакует. Он оказался умнее. Безусловно, Канело боец, великий боец, но я, лему, сейчас, я просто вижу все-все недостатки в его атаках. Вот он точно-точно с дистанцией, с огромной дистанцией, с дальней дистанцией, точечная серия. Да, 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 да. Шесть ударов. Джебы, которые наносят Канело, они как бы для того, чтобы войти в среднюю дистанцию и продолжить атаку. Но Билл их не принимает. Он уходит, он уходит за дистанцию и остается на дальней дистанции с тем, чтобы с дальней дистанции и атаковать. Вот он уж сам произошел в среднюю дистанцию, и вот серия. Восемь ударов великолепных. И опять уходит, и опять уходит, и опять уходит, не дает, не дает Канеле сблизиться. Джеб, джеб, джеб. И Билл совершенно без замаха бьет. Это совершенно четко. Очень хорошо обученный человек. Ну, примальмин и Канело, его задача вызвать противника на обмен, на обмен ударов и попасть в голову, как правым прямым или прямым боковым. Чего же можно? А Билл, Билл, вот сейчас Билл атака, великолепная атака, когда он понял, что Канело несколько уже устал, несколько потерял способность контратаковать. Вот он сейчас нанес великолепную серию. И Канело уже перестал, перестал контратаковать, потому что он не успевает, он не успевает попасть в Билла. А может быть, просто физухой закончилась. Вот обманные удары боковые, где Билл и тут же прямые. Опять пошел в атаку. По-моему, Канело уже растерян, он растерян, и он не знает, что делать. Он видит, что все его атаки опять наносит право-право по туловищу с огромным замахом. Руки почти уже опущены у Канело. Он очень устал. Усталость прямо на лице. Никогда такого не было, чтобы Канело вот так вот устал. Да. Билл, кроме того, что он бьет правильно, он еще и чуток быстрее. Он немножко быстрее. Сейчас ударил по трусам. Да. Правильно, правильно, да. Судья делает правильное замечание. Да, ну преимущество, я во всяком случае вижу преимущество Билла почти в каждом раунде. Посмотри, в этом раунде, в этом раунде Канело бьет почти, вот сейчас только один раз замахнулся. А так, первый раз, полраунда прошло, ни одного замаха не было. Да, вот так, атака, билла. Да, да, да. Шесть-восемь ударов точных провел, все больше. Вот наносит удар, шесть ударов нанес Канело, ни одного удара в цель не попал. Все в защиту. Дисциплина, вот что я бы характеризовал бой Билла, дисциплина, жесточайшая дисциплина и точное движение, точное движение. Да, да, да. Он не идет на обмен с Канело, он перекрывается, уходит и когда тот расходует основную свою энергию в раунде, он уже начинает наносить серии ударов. Вот это как сейчас. Да, да. перекрывается, перекрывается и готовится, готовится к контратаке. Вот за счет того, что его дистанция чуть больше, чем дистанция Канелы, он все время его поддавливает. И вот он устроился у канатов и пытается, пытается уйти уклонами, нырками и сбежать ударов, все равно пропускает. Очень разумный, очень дисциплинированный боксер бивал, очень дисциплинированный. Причем, как только он чувствует, что он попал, он тут же развивает атаку и наносит несколько ударов дополнительно. джеб, правильный джеб не принимается. Джеб, ты можешь промахнуться джебом, но если он летит точно в цель, он всегда попадает, потому что, потому что время нанесения джеба меньше, чем время реакции на этот джеб. Взял, поднял блок и в блоке подошел, как бы, там уже на среднем. Ну, когда ты поднял блок, у тебя руки уже, как бы сказать, заняты защитой, понимаешь? А из блока бить сложно. Пило просто перекрывается, просто перекрывается. Вот сейчас идет атака Адако-Канеллы. Все в защите. Вот контратака била. Четыре удара точно в голову. Вот, пожалуйста. Двадцать ударов нанес Канелла, в основном по защите. И в ответ получил шесть ударов, точных ударов, шесть ударов в голову, в туловище. Это очень мужественный человек, я имею в виду, Канелла. Очень сильный, физический. Очень крепкий, но в бой он проигрывает. Вот, пожалуйста, три удара наносит Канелла, все в защиту. И тут же получает два удара в голову. Вот он поднимает Билла в воздух. демонстрация. да, 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 замечательная демонстрация. Физически Канелла очень силен. Видно, как он его поднял в воздух Билла этим движением спины. Бог Билла досрочно закончить? Кто? Билла. Билла. Дело в том, что Канелла очень прочный человек, очень прочный человек. И он Канелла пропустил там десятки точных ударов. То есть таким бойцам на досрочную победу вообще даже не настраиваться? Нельзя настраиваться на досрочную победу вообще. Вообще. Досрочная победа это когда ты видишь ослабленного соперника, видишь его слабые места и ты уверен, что сейчас попадешь и он болтанется. Вот тогда можно уверенно быть уверенным. Да и то быть уверенным вообще в боксе опасно. Вот проигрывал, проигрывал Канелла а вот последние буквально последние минуты он снова контратакует. Это очень мужественный человек. Он не только мужественный но еще физически сильный одаренный с железной головой очень крепкий. Он проигрывает технически он проигрывает бой и по скорости он тоже проигрывает бой. Но он очень крепкий человек. Очень физически крепкий. Безусловно это большой боец. Большой боец. Но в данном случае он встретился с человеком который обладает лучшей техникой быстротой и совершенно точными ударами без замаха которые не видны. В любом случае это показательный бой. Показательный бой насколько человек может дисциплинированно вести себя в ринге я имею ввиду Бивола просто молодец. молодец. Марк Иванович а такого бойца вы знаете как Бетербеев? Как это не знаю я помню его замечательно Бетербеева он боксировал с Романчуком вместе в одно время очень крепкий физический боксер с замечательным ударом он еще боксирует? Да он боксирует и как раз у них готовится противостояние что сейчас убил титул у него для объединения титулов есть вероятность что им бой организуют ну ему предстоит очень тяжелый бой Билов очень рациональный боксер очень толковый очень сдержанный у него замечательная нервная система и он не не подвержен никаким вспышкам эмоций он молодец Бетербеев обладает великолепным ударом это опытнейший боксер ему уже за 30 далеко да я не представляю в каком состоянии сейчас Бетербеев каково вот этого я вижу это очень рациональный боксер очень рациональный очень как сказать дисциплинированный ну в любом случае в любом случае он сейчас боксировал против очень сильного боксера очень физически канело гигант всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями